Местами его глубина достигает 700 метров. Но наибольшее биоразнообразие наблюдается на мелководье. Здесь началась самая удивительная история этого озера. История Цихлит. В одном этом озере из горстки предков сформировались сотни разных видов рыб. Это один из самых ярких и наглядных примеров эволюции. Причем эволюция произошла здесь удивительно быстро. Остается вопрос. Почему? В прозрачных водах озера бурлит жизнь. Рыбы снуют над гранитными валунами и под ними тоже. Однако впечатляет не только их количество. Поражает их разнообразие. Они бывают разных форм, цветов и размеров. Что удивительно, практически все эти рыбы произошли от одного прибыла. В Малавии рыба начала приспосабливаться к новой среде обитания. Это привело к появлению новых видов. Сейчас в озере Малавии обитает не менее 700 видов цихлит. Несколько сотен из них существуют только в этом озере. Ученые считают, что первой важнейшей причиной всплеска вида образования стало озерное дно. Мелководье обрамляют гранитные валуны. Со временем цихлиды разделились на две группы, использующие преимущество двух сред обитания. Песчаных отмелей и скалистых участков. У представителей этих групп развились качества, связанные с их средой обитания. Но подводная среда озера не отличалась стабильностью. После появления предков цихлит, все радикально трансформировалось из-за изменения уровня воды. Обмеление разделило разные популяции рыб. В популяциях, лишенных возможности скрещивания, развились разные поведенческие и физиологические особенности, которые не исчезли даже после того, как подъем воды вновь объединил виды. Некоторые важнейшие адаптации были необходимы для использования доступных кормовых ресурсов. Различные рационы включали потребление планктона, поедание паразитов с других рыб и даже охоту на мальков других видов. Среди обитателей песков есть виды, которые пропускают песок через жабры, питаясь находящимися там съедобными частицами. Другие держатся среди зарослей, растущих на песке растений. Здесь рыбы питаются микроскопическими водорослями. Но чтобы в полной мере оценить специализацию видов, стоит взглянуть на тех рыб, которые обитают среди гранитных валунов. Здесь основной источник еды – слой водорослей, покрывающей скалы. Постоянно сияющее тропическое солнце и стабильный приток питательных веществ из 14 крупных рек делают эти места идеальными для микроскопических водорослей. Кроме того, экскременты рыб добавляют питательных веществ, удобряя растения, которыми те кормятся. Эти водоросли – не просто подводный зеленый ковер. Здесь обитают разнообразные одноклеточные и нитчатые водоросли, бесчисленные бактерии, крошечные, ракообразные и другие организмы. Чтобы не конкурировать за еду, цихлиды выработали разные способы питания, позволяющие использовать плюсы особых ниш в этом слое. Секрет узкоспециализированного рациона связан с необычными челюстями цихлит. У всех цихлит есть второй набор челюстей, который находится в глотке. У предков цихлит эти челюсти способствовали глотанию. Со временем глоточные челюсти развились и взяли на себя часть функций, аналогичных пережевыванию. Еду не требовалось сильно измельчать, поэтому губы и зубы цихлит лучше приспособились к добыче пищи из разных ниш. Одни поглощают одноклеточных. Другие прочесывают зеленый слой, подрезая даже самые прочные нити водорослей. Используются все ниши, даже самые узкие. Умение извлекать максимальную пользу из доступной пищи было, пожалуй, самой важной причиной разнообразия озерных видов цихлит. Изменения уровня воды спровоцировали резкий рост количества видов цихлит, а также оказали значимое воздействие на тех, кто живет выше. Гранитные глыбы разных очертаний формируют структуру подводного мира. Трещины в камнях – единственное укрытие, которое и здесь могут найти цихлиды. КОНЕЦ Порой уязвимые существа оказываются без защиты. Эта небольшая стая молодых цихлит находится в опасном положении. На голых камнях они беззащитны, а многие цихлиты при возможности едят чужих мальков. Приближается взрослая особь. Исход крайне неожиданный. Это их мать и ее род – надежное укрытие. Почти все цихлиды малави инкубируют икру во рту. Но самки не могут держать мальков постоянно. У этой полистигмы полон рот рыбешек. Ей надо их выпустить, чтобы поесть. Но прежде самка старается убедиться, что опасностей нет. Полистигме не нравится укрытие. Она продолжит поиски, пока не будет удовлетворена. С наступлением вечера появляются хищники, которых стоит бояться даже. Безопасность цихлид, живущих среди песков, зачастую зависит не от умения прятаться, а от способности дать отпор. Им не нужно держаться возле укрытия, и они могут пользоваться всеми благами открытого пространства дна. Цихлиды используют песок для возведения впечатляющих построек. В некоторых местах все дно покрыто кратерами диаметром до метра. Эти кратеры вырывают в песке самцы цихлид, надеясь привлечь самку. Пока одни закапываются в песок, другие строят вверх, насыпая холмы. Этот самец, Ньясахромиса, постоянно плавает вокруг кратера, который станет сценой для демонстрации ловкости самца перед заинтересованными самками. Все должно быть чисто и аккуратно. Самец отгоняет прочь случайных гостей. Ожидая, он отваживается поесть и пропускает песок через жабры в поисках съестного. Здесь, на небольшой глубине, строятся самые высокие кратеры. Ученые считают, что все дело в хорошем освещении, позволяющем самкам оценить трехмерные постройки. На глубине большинство кратеров копается вглубь. В данном случае многие находятся в непосредственной близости друг от друга. Это скопление кратеров, или ЛЕК, своеобразная ярмарка для самок, которые приплывут сюда, чтобы выбрать партнера. Когда это случится, углубления в песке превратятся в арену для действия. Этот самец, Демидиохромиса, ревностно относится к патрулированию. Для него важно не только дно. Весь горизонт должен быть чист. Вода непосредственно над кратером – тоже его территория. Он делает все, чтобы никто другой не использовал его постройку для привлечения самки. Интересно то, что для большинства цихлит размеры и форма кратера не имеют большого значения. Главное – это выступление самца. Но чтобы принять участие в отборе, необходимо держать под контролем площадку для выступления. В мире самцов царит конкуренция. Среди камней, чтобы получить шанс на спаривание, тоже приходится отстаивать территорию. Псевдотрофеус-зебра защищает свой каменистый уголок. Он взял под контроль безопасную пещеру, которая понравится самке. Но популярное место привлекает конкурентов, и ему приходится без устали отстаивать свои права. Борьба – обычное явление для всех видов. Победитель часто преследует проигравшего, чтобы его проучить. Но победа не гарантирует спаривание. Выбор партнера – дело самки. А чтобы ее покорить, грубой силы недостаточно. Самок привлекает целый ряд внешних качеств, в том числе размеры самца, размер его плавников и их симметричность. Такой половой отбор привел к возникновению невероятного физического разнообразия среди цихлит озера Малави. Некоторые для привлечения внимания даже обзавелись странными выростами. Но самый важный фактор из всех – это цвет. Для выделения из толпы потенциальных партнеров у самцов в ходе эволюции сформировалось множество комбинаций цветов, оттенков и узоров. В результате озерная популяция цихлит превратилась в яркий калейдоскоп видов. Для распространения своего семени самцам приходится устраивать шоу. А для самок главные сложности начинаются после появления потомства. В мире, где даже соседи готовы съесть ваших отпрысков, важна бдительность. Конечно, это хорошо, что мать может защитить потомство, спрятав его во рту. Но ведь и ей надо питаться. К счастью, ее и здесь выручают скалы. Мелкая расщелина становится прекрасным укрытием для мальков, которые питаются водорослями. Мать держится выше, защищая их. Среди ее отпрысков есть два малька с отличительными отметинами. Они принадлежат к другому виду, но были приняты самкой за часть семьи. Ученые считают, что подобная благожелательность на самом деле является еще одним способом защитить своих мальков. В случае нападения хищника две рыбы из другого вида повысят шансы на выживание ее собственных отпрысков. Мать постоянно высматривает хищников и бесстрашно дает отпор. Отогнав охотника, она быстро возвращается и берет молодняк на борт. у другой матери, которая тоже растит своих отпрысков, забот полон рот и даже больше. Такая родительская забота возможно нетипична для мира рыб, но для неутомимых цехлит это в порядке вещей. Все эти удивительные создания ведут образ жизни, типичный для естественной среды, где всеми движет голод и потребность размножаться. Но здесь, в прозрачных водах, одного из величайших озер мира, эти естественные тенденции привели к невероятным результатам. Начало было скромным, но в ходе эволюции эти рыбы обрели новый облик и новые привычки, сформировав поразительный набор видов.